Сбир и ВТБ В этом случае один бонус равен 1 рублю. Однако на последнем уровне привилегий их также можно конвертировать в обычные деньги. Но тогда один бонус будет равен 50 копейкам. В пресс-релизе Сбир отмечает, что с лета пользователи будут самостоятельно раз в месяц решать, за что они хотят получать кэшбэк. Банк будет предлагать на выбор до 6 категорий покупок для получения повышенных бонусов. Например, супермаркеты, такси, АЗС и прочее. Похожая система уже работает у Тинькофф и Альфа. Кэшбэк все также будет в бонусах, при этом категория на все покупки будет постоянной, что позволит получать страты до 2% обратно. В будущем Сбир хочет начислять бонусы не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах экосистемы и партнеров. Например, за просмотр фильмов и прослушивание музыки. ВТБ в свою очередь отменит все выплаты в бонусах в своей программе лояльности и перейдет на вознаграждение в рублях. Клиенты также смогут выбирать ежемесячно три категории для начисления кэшбэка. Все накопленные бонусы можно будет использовать до 31 августа или обменять до конца года по курсу 85 копеек за один бонус. Эксперты отмечают, что крупные банки стали подтягивать свои программы к лидерам рынка, в первую очередь к Альфе и Тинькофф. Конкуренция между банками в рамках подобных программ за последние пару лет существенно выросла, поскольку благодаря системе быстрых платежей клиент может завести несколько карт и расплачиваться теми, где привлекательные условия на ту или иную покупку. Поэтому банки взяли курс не на привлечение новых клиентов, а на удержание старых. Учитывая, что банк коммерческое учреждение, соответственно, программа лояльности стоит для них определенных денежных средств, которые иначе стали бы прибылью. Вот, соответственно, скорее всего, банки действительно испытали некоторый отток своих лояльных клиентов в пользу других, менее крупных организаций. Ну и, соответственно, сейчас идет борьба за этих клиентов. Я бы не назвал это трюком. Программа действительно становится более понятной, меньше ограничений, меньше звездочек под текстом, которые позволяли бы что-то там не заплатить, не доплатить, срезать и так далее. Но следует понимать, что это ненадолго. Такие программы появляются по мере их необходимости и по мере необходимости сворачиваются. Снова появляются условия, звездочки, баллы вместо денег. Меняют условия не только крупнейшие игроки. Так, в Уральском банке реконструкции и развития в марте расширили программу лояльности и ввели подписки. Они повышают потолок кэшбэка и дают переводить через СБП большую сумму. В русском стандарте «Зените» и «Ведомостям» также рассказали, что постоянно совершенствуют программу лояльности. Менять условия будут Абсолютбанк и Дом.РФ. При этом не все организации планируют улучшать систему начисления кэшбэка и примирования клиентов, так как уже считают их достаточно развитыми и выгодными. Например, в Промсвязьбанке и Инго Страхи заявили, что не видят предпосылок для радикальных изменений.